Я думаю, что мы в следующий раз придем к этим цифрам. Сегодня я хочу пройти театр, что не могу, до родословия. Это еще тот завет Бога, который... Вы помните, когда Ной вышел из Ковчега, он принес в жертвы все чистые животные, и Бог, написано, принял эти жертвы, и теперь 9 глава, 1 текст написано, и благословил Бог Ной и сыновь его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Вот интересно, что Бог заговорил со всеми людьми одновременно, со всеми людьми. Как вы думаете, кто был этим Богом? Кто был этим Богом? Есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Иксен? Отец. Вы думаете, Отец? Я думаю, это... И отец издает себя в Сыне. Да, я думаю, это Христос. Я думаю, что Христос, потому что Христос пришел в Едемский сад и позволил Себя убить после грехопадения. А Бога Отца невозможно убить. Христос посредник, благодаря своей жертвы. Христос позже явится в Моисе, позже будет вести народ израильский в столкновение облачном и огненном. Мы часто, читая Ветхий Завет, не видим Христа. А ведь он не только родился у Марии Иосифа. Он был Богом Ветхого Завета. Просто его надо видеть. Христа надо видеть в Ветхом Завете. Почему мы видим Христа, а не Отца или Духа Святого? Почему? Давайте попробую объяснить. Тогда вопрос. Если все делал Христос, то что тогда делал Отец? Да, но я не скажу, что все делал. Что делал Отец? Делал Отец тоже очень многое. Но читая Евангелие от Иоанна, читая Евангелие от Иоанна, мы читаем такие слова в первой главе. Вот 18 текст. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в небе отчим, Он явил. Единородный Сын явил Бога, Отца. И везде Христос говорил, видевший Меня, видел Отца. Поэтому явление Христа более частое на страницах Писания Ветхого и Нового Заветра, оно показывает, что вот эту роль Христос посредника выполнял во все времена жизни человека. во все времена. И если мы даже вознеслись бы на небо, и ангелам задали вопрос, кого вы видели? Они сказали, Абхангела Михаила, Христа, Бога от Сына. Он являл им Отца. Абхангел Михаил, Михаил. То есть, вот этот текст относится, Бога не видел никто никогда, Единородный Сын, Сущий вне Триотча Монерио, этот текст относится вообще ко всем небожитиям. Что роль Христа была явительной вездесущего, всемогущего, Бога, который сотворил эту всю вселенную, а обитает везде, вот этого Бога являл всем всегда Богом Сын. Окей. Пойдем дальше. Итак, И сказал, благословил Бог Ноя, и Сыновь его, и сказал им, «Владитесь и размножайтесь и наполняйте землю, и дострашаться это трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они». Интересно, что во втором тексте Бог внушает человеку такую смелость, не бойтесь, вас немного, но не бойтесь зверей, потому что звери будут бояться вас. Не вы бойтесь зверей, а звери будут бояться. Поэтому звери чувствуют, когда мы их боимся. И тогда они начинают иметь смелость над нами. Но если мы не боимся зверей, это лучше. Они тоже чувствуют, что мы смелы. Конечно, это не значит, что надо прыгать по клетку к льву, у него есть своя территория, где он тоже защищает хозяина. на физическом уровне что объясняется. Человек, когда боится, у него выделяется адреналин, и животное меняется. С высшим запахом, потому что у них запах намного меняется. Структура, да. То есть, заметьте, Бог сразу же человеку сказал, ты хозяин, ты остался на земле хозяина. в какой-то степени Бог, вот здесь, благословляя человека, вспоминает завет Саддама. Только завет Саддама был не в тех словах, что все будет тебя бояться, а в начале, что ты будешь заботиться обо всем. Никто никого не боялся в еды, помните, в раю. То есть, здесь повторяется формула, что Бог, отдает всю землю человеку. Но теперь уже в каком смысле? Он говорит, тебя никто не убьет, человек. Ты должен помнить, что твоя рука будет над всем, тебя будут бояться. Наполняйте землю. Не бойтесь там ни долин, ни лугов, ни лесов, ничего не бойтесь. Я в ваши руки все отдаю. Третий текст очень интересный. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам, только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. В данном случае Бог начинает менять рацион питания человека. и он вдруг говорит, я тебе разрешаю кушать мясо. Есть книга, которой я доверяю. Кроме Библии, я доверяю духу пророчества. Патриархии пророки, в которых пишется пророк, которая видела это видение до потопа на мире, что люди до потопа начали есть мясо. До потопа уже. она даже говорит в одном из упоминаний, что пьянство было до потопа. Я как бы этот перевод до конца не знаю, но я о мясе четко читал, что люди начали употреблять плод животных уже до потопа. Но неправедные люди, праведные люди питались вегетарианской пищи, только растительной пищи. И тут после потопа Бог вводит в ковчег по 7 пар чистых животных и человеку разрешает кушать животное животное. Только заметьте, что здесь вот как бы Бог ограничивает. Это не есть мертвичину. Второе не есть кровью. И третье это есть чистое. Вы можете меня спросить мертвичину понятно, движущиеся написано, да? Потом не есть кровью. Четвертый текст, только плоди с душой ее с кровью не ешьте. А у меня тогда вопрос, где же взять, что они чистая могли есть? Откуда это видно? Это видно из повеления божия? Божия возьми скота чистого. Скажите, как Ной должен был понять, что оно чистое, а что оно нечистое? Ну, ну, ну. Чего-то по сей пар пришло. Да. Он же их не звал, сам Бог прием. Бог прием по сей. А чего-то по две. Ну, ну, ну. Что это означало для Ной? Означало ли ему, что нельзя было трогать нечистое животное? Нет. Нет, он их кормил, заботился. А что это означало? Нет. Не употребляешь пищу. Не употребляешь пищу. Потому что нечистых животных мы видим, что используют Ной и его дети, дети и детей в виде ослов, на которых они ездят, или верблюдов на караванах, собак. То есть мы видим, что нечистые животные в домашнем быту встречаются у человека и у праведных людей встречаются. Но Ной должен был тогда разгадать загадку. Господи, что означает чистое? А вот что означает чистое. Бог говорит, теперь ты можешь жить и кушать. Я теперь движущиеся тебе даю и даю тебе живое, только с кровью и, пожалуйста, не кушай. Также здесь Бог повторяет, вы поняли, понятная эта мысль? А что значит с кровью не кушать? То есть не пить кровь, конкретную, да? и это значит не пить кровь, это значит когда убивались спускали кровь. Достаточно было, да? Да, спускали кровь, они переворачивают животное, там есть свои технологии у каждого животного, но всегда кровь должна быть выпущена. И лучше и мы не должны есть те органы, которые склонны. И что он крик? Он однозначно. Легкие, там, многие вещи. Я взыщу и вашу кровь, которая жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека, от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Продолжение следует...